Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 20 июня 2019 года, и я продолжаю рассказ по городу Нолинску, как в Википедии ударение, и по городу Нолинску, как местные ставят. Всё-таки от слова «ноль». После первого фильма пришло много комментариев, в том числе и конкретно с информацией о этом городе, Никольском соборе в частности. Я предположила, что у города, который был на месте Нолинска, была крепость Звезда. Река-то рядом. Крепости Звезды служили заводами, в том числе и по добыче сланцевого газа и обеспечению электричеством города. Звезд этих было электричеством городов, которых было множество ещё в начале XIX века, о чём моя серия фильмов «Круглые озёра». Итак, официальная историческая справка оказалась, мягко говоря, ну, как обычно, мы уже не удивляемся очередной фальшивкой о назначении этих роскошных зданий, таких как Никольский собор, и истории самого города. И звёздочку нашли, и воронку, и много чего ещё, о чём речь пойдёт далее. А пока в преддверии добавлю, что и в XX веке город был непростой. Там отбывал ссылку Феликс Дзержинский, например. И один из зрителей является потомком хозяина дома, правнуком, где жил Дзержинский, дом почтового пристава. А сын этого почтового пристава в Великую Отечественную войну в 1944 году был разведчиком и стал героем Советского Союза. Борис Сергеевич Шабалин. И вот как раз канун 22 июня мы вспоминаем наших героев. И земля Вятская, она родила тоже много замечательных людей, героев Советского Союза. Вот такие интересные люди, везде наши люди, везде герои, везде замечательные, интересные люди. В каждом уголке нашей необъятной Родины есть такие великолепные, замечательные наши настоящие люди. По поводу реки Вои был комментарий, что мне написали, что это от слова «воин». Я в курсе, что от слова «воин», потому что у меня у самой был фильм еще в 2016 году. «Вой», я говорила, что «воин» – это звук не обязательно, что люди воют. Это «выть» – слово «вой», «война», «война». «Выть» могут зенитки, могут снаряды, могут пушки, могут бомбы. Вот этот завывающий «вой» – это может быть и «вой орудий». Есть такое выражение «вой орудий» или «зенитки за войной». Естественно, слово «вой», «воя» связано с войной. И вот к фильму я сделала еще и статью. Здесь у меня даже больше информации. Вот 15-11-2016 года, когда я расшифровывала руницу так называемых рисунков фатьяновской культуры, где вот на так называемых рисунках я увидела, что здесь есть руны. И благодаря силобарию Чудинова мне удалось расшифровать несколько слов. На фатьяновских сосудах. Вот, например. Вы, может быть, сами даже видите слово «юра». Вот здесь вот тоже есть руны. Ученые представили это как просто рисунки. Здесь надписи. Вот что получилось. Получилось драгоценное для меня первое слово «войте дяди» и «русь перунова». Слово «войте» меня сперва задачило, но оказалось, что «вой» – древнее произношение слова «война». А, соответственно, «войте» может означать «воюйте». А слово «деди» – обращение буквально взрослым дядям, взрослым мужчинам – воинам. И еще один фрагмент на этом сосуде удалось расшифровать. «Бей и веди». Так что я так предполагаю, что сосуд этот был погребальный, и на котором какой-то некий «юра» написал вот эту вот надпись своим дедам или дядям, воинам – «войте». Так что что означает слово «вой» и «воя» – я в курсе. Еще был комментарий по поводу моего замечания о том, что предположительно крепость звезда была, и мне прислали. Один зритель увидел маленькую звездочку, четырехгранную, кстати, такую же похожую, как то, что я показывала на соборе, в Троицком соборе в Скове. Вот первой серии я это показывала. Я, однако, покажу вам то, что увидела я в дополнении к этой звездочке. Итак, один из зрителей увидел звездочку, например, вот здесь, в этом месте, и действительно лепесточки просматриваются. Но вот карты разные. Разные карты Google, может быть, они по времени разные, или облик Земли меняется, и что-то стирается, что-то новое появляется. Он увидел здесь этот лепесток, вот на этой карте. Если присмотреться, то эти лепесточки действительно можно заметить некую тенденцию. По крайней мере, вот эти два лепесточка. Но я, однако, увидела на своих картах Яндекс несколько другую конфигурацию. Сейчас я вам ее покажу. Конкретно вот что. Лепесточки у нас получаются вот-вот. Вот здесь они. А вот эта конфигурация, я ее увидела и вот поставила, так сказать, для вас. Сейчас мы можем отодвинуть любую точку и посмотреть, правильно ли я поставила эти реперные точки. Потому что получилась вот такая структура у меня. И это еще не все. Этот угол, смотрите, если мы отодвинем. Вот я показываю, куда я ее ставлю. Видите, вот эта часть. Вот эта линия просматривается. И даже некие здания здесь построены. Вот я на нее выхожу. Совмещаю вот эту часть по центру, которая идет. Посмотрим. Вот эту линию и вот эту линию. Если мы совмещаем, они у нас, получается, входят в один центр. Вот. Идеально ровно. Параллельно здесь еще у нас идет какая-то структура просматривается. Если мы посмотрим... Да, и у меня... Я сначала увидела вот эти два крыла. Дальше стала смотреть. Получается, что вот точка отодвигаю вам, показываю, расширяю. За счет зданий, которые шли по какой-то невидимой линии. Вот. Я их выставляю назад. Здесь то же самое. Вот эта точка просматривается. Вот он угол. Надеюсь, вы видите. То же, что вижу я. По крайней мере, я стараюсь показать. И не просто так, что этот балды там нарисовал. Вот еще одна линия просматривается. Вот эта линия тоже просматривается. Что там было, не знаю. И получается, что здесь вот она какая-то такая равномерная параллельность с центром посередине. Если мы будем смотреть, что центр здесь есть некий центр. И направлен он... Эта ось направлена на старый полюс земли. Как многие старые, в том числе Висакиевский собор. Так, а теперь я сделала скрин и добавила еще другим цветом линии, которые я увидела. Вот она, вот эта структура у нас с осью по центру. Ну, ось я не дорисовала. Потому что вот река у нас там идет. Рековое. И вот отсюда прямая линия. И типа набережная. Может быть это что было. Насколько я понимаю, что сейчас это заливные луга. Разливается река. Но здесь просматривается четкая линия. Можно посмотреть на карте. Вот такая интересная структура. На картах Яндекс. Города Налинска. Здесь просматриваются и другие формы. Ну, довольно явно. Вот, по крайней мере, на этой карте. Вот здесь мы можем увидеть такой типа треугольник, который, если река меняла свое русло, то вот эту часть линий я заметила еще в прошлом фильме. Вот она идет. То здесь вот такой. Какие-то тут еще структуры. Вот типа треугольника что-то может быть. Вот эти линии. Они же не случайно взялись. Но здесь еще просматривается и воронка. Вот если вот эти лепестки были, фрагмент. Наложение я уже вам показывала других линий. Вот оси. Наложение оси линий на этот лепесток еще каких-то структур. То вот здесь вот просматривается воронка. На этой карте она более явно просматривается. Вот эта часть, возможно, звездчатой крепости, простой четырехгранной. И вот круглая область. Возможно, что это часть воронки от наземного взрыва. Итак, местные жители, зрители прислали мне ссылку на вот эту статью. «Родная вятка. Краеведческий портал. Налинск. Подземные ходы и клады. Предания и легенды». Пользователь Радыгина Анна. Хотя статья идет от мужского лица. И вот первую часть мы пропустим, потому что здесь официальная история. Поэтому здесь и с глубокой древности заселяли предки удмуртов. Я уже сейчас знаю, что это все, в общем-то, надо проверять, перепроверять. Потому что это с финноугортами, с удмуртами, с марийцами, с татаром, с монгольским мыгом, которого сегодня уже известно. Его не было. Но продолжают писать. Вот, видимо, по накатанной. Поэтому первую часть этой статьи мы пропустим. Хотя ссылку на нее я оставлю, и вы сможете, кто хочет, полностью изучить эту статью. Я перейду сразу вот к Николаевскому собору. Датировку мы тоже опустим. Во дворе его одноэтажное здание в 1830-х годах постройки, где первоначально находилось духовное училище. Многие старинные здания ветшают, разрушаются в настоящее время. Да. Городок мало изменился за прошедшее десятилетие, хотя на его северной окраине вырос целый новый район. Даль улиц стоят те же купеческие особняки, мещанские домики, хотя попадаются из здания советского времени. К сожалению, сейчас некоторые владельцы облицовывают свои магазины металлорейкой, желая сделать все как по городскому, не замечая, что тем самым только уродуют их облик, уничтожая особый дух старины, придающий неповторимое очарование городу. Ну, хорошо, что автор, он болеет душой за свой, за этот город. Здесь про выставку музея. И вот мы переходим к главному. Маленький городок хранит древние тайны своей истории. Одну из таких тайн скрывает старинный Никольский собор. Много лет изучала и собирала тайны истории города Роза Михайловна Соловьева, местный краевед, в прошлом педагог, директор краеведческого музея. Она собирала материалы по Нолинскому купечеству и архитектуре их домов. Ей составлена малая и большая картотека купечества. Вот этот труд стоит обратить внимание, особенно тех людей, которые интересен свой край, которые там живут, которые смотрят мой канал, и, возможно, вы сможете, если это Роза Михайловна жива, пообщаться с ней. Насколько я поняла, что у нее есть книга, она написала свой труд. Вот Долинская страна, рассказывающая об истории Нолинского края, первые поселения, святыни, легенды, копеческие фамилии, знаменитые люди, в том числе соратник Сталина, председатель Совнаркома и Совета Министров Вячеслав Михайлович Молотов, проживший несколько лет в Нолинске. Отсюда родом были его родители. Сейчас рукопись в Москве на рецензии у Королевой Молотовой, дочери Молотова. Она дотошно сверяет рукопись с документами, выносит замечания. Будем надеяться, что книга наконец-то выйдет из печати. Будем надеяться. И вот спрашиваю Розу Михайловну о подземных ходах. Торопливо записываю, много записать не успеваю. Кроме того, я не знаю ни города, ни его истории. Может быть, в чем-то ошибся. Итак, привожу ее рассказ. Мало кто из тех, кто знает о подземных ходах, бывал там, дожил до нашего времени, годы идут, люди уходят. Несколько лет назад собор еще не был разрушен пожаром. Студент Никулинслав из Плитехнического института в Кирове собрал еще нескольких студентов. Они хотели найти и обследовать подземный ход. Роза Михайловна работала тогда в музее, шло строительство. предателю райисполкома Квасникову. Квасников такого разрешения не дал. Лет 10-12 назад в обрыве берега нашли дверь. Видимо, осыпался грунт, раз не замечали раньше. Железо маковано. Открыли, посыпалась земля. Раскопали подземный ход. Разные люди раскапывали подземные ходы, заходили туда, где были двери в подземелье, но дальше не прошли. Ходы осыпались и завалены. Собор был возведен сыром, неудобным для строительства месте, как оплот на берегу раны берега Воя проходят до середины лугов, где сторожевая башня у собора. Ход ведет до этой первой башни у школы за собором, зато выходит в звонницу, зовущая к небу. Оттуда ход идет до школы номер 2 бывшего духовного училища. Кстати, все вот эти храмы современные, они по всем городам связаны подземными переходами, целой разветвленной сетью. Под всеми реками есть эти тоннели, я уже неоднократно говорила, а в своих фильмах «Не я одна». Этой информации очень много в Ютубе, исследователи накопали очень много подтверждений тому, что все не так просто. Вся наша, скажем так, территория, российская, средняя часть, южная часть, неважно, Сибирь, Урал, везде в городах есть вот эти подземные ходы, подземелья, разветвленные части, целые подземные города. Сам момент, что если они строились, вот многие из них строились уже из кирпича, соответственно, эти подземелья, города из кирпича, которые, они появились, уже получается, меж вот этот катастрофный, межпотопный период. Потоп, я имею в виду, глиняный потоп. Вот глиняный затоп, завал, засып, это середина 19 века, потому что многие люди понимают буквально, я говорю именно о той глине, которая засыпала города уже окончательно вот в середине 19 века. Подтверждение моих слов по поводу подземелья и самой Вятки, вот есть еще группа специальная в ВКонтакте, где массу-массу материала именно по подземельям Вятки Кировского района. Чего там только не находят, я тоже дам ссылку в описании под этим видео, и кто живет в этом районе или кто интересуется, вы можете также пополнить свои знания, вот эта информация. Здесь очень-очень много всего про подземные ходы. А я продолжаю читать то, что касается у нас Нолинска, Линолинска. Предполагают, что ход шел дальше от духовного училища или собора до церкви Успения по улице Ленина. Был в Нолинске военком Микитенко. Он искал с миноискателем, нашел, нет, неизвестно. Известно, что в Нолинске найдены три клада, в том числе один из них в противоположной стене Дома пионеров. Здесь жила семья родственника Молотова. Тоже смешно, конечно, советские товарищи. Купца Никонова. Советская власть с советской властью, а кладик-то надо спрятать, припрятать. При современной улице Советской имел дом дяди Никонова, куда после революции он убегал в Китай. Клад вырыл. Ну, был бы дурак, если бы не вырыл. Подземелье есть под каждым купеческим домом. Торговые ряды по улице Ленина это купеческие дома. Вот. Каждый дом связан с подземельем. Под каждым домом есть подземные ходы и, возможно, целое помещение. Первый этаж лавки, второе жилье. Все дома были соединены ходами во дворе канальчики. Как интересно. Представляете, какая работа, какие трудозатраты, какие средства для того, чтобы создать вот эту вот подземную сеть, либо она не была засыпана и делалась наверху, а потом оказалась под землей вот эта сеть. Но все это было вместе связано. Тоже, опять-таки, почему таким образом делали, еще надо будет разгадывать вот эту всю систему, но она существует повсеместно, по всем городам. Купцы были очень богаты, хотели строить на свои средства железную дорогу, вязкие поляны, на Линск. Подземные ходы сейчас обвалились, идти по ним нельзя. Самый центр подземелья средней школы номер два и Николаевский собор. Вот у нас тот самый собор, о котором шла речь в первом фильме. Сейчас в соборе похоронное бюро. Детский сад Василек по улице Фрунзе, бывшее здание КГБ. Там школьники из исторического кружка нашли много скелетов, расстрелянных здесь людей. В старых домах, кроме легенд, живут еще и привидения. Хотите, верьте, хотите, нет. Собирая сведения о купцах, Роза Михайловна записала и эти легенды. Вроде бы встречались здесь с привидения и в наши дни. Кстати, сейчас привидения уже фиксируют камеры ночного видения. Есть такие сведения, их немного, совсем чуть-чуть, но тем не менее они встречаются. То есть такое явление, оно существует. Какие-то вот сущности или какие-то блеклые, полупрозрачные объекты, какие вот в виде туманностей небольших, они передвигаются иногда ночью, камеры их фиксируют. Итак, прорыли траншею от библиотеки к бане. Это был дом Петра Черкова на улице Комуна. Сейчас на нем мемориальная доска, но дом почти разрушен. Дальше напротив прокуратуры бывшее городское училище. Здесь учился Молотов. Траншея шла мимо этих зданий до середины улицы Комуны. Стена траншеи была как подземный ход. Она шла в сторону современного музея к средней школе номер один и поворачивала на улицу Комуны. Люк железный, траншея выложена кирпичом, то есть при рытье траншеи земля с ее стен отсыпалась и обнажилась стена. Фундамент полукруглой окошки, как бойницы. Под ними площадки, как подоконники. Вы понимаете, все это под землей. На них лежали монеты, медные, старинные, в одну копейку. Монеты кто-то собрал. Вот, кстати, интересно, какого года монеты старинные, до сих даты нету, к сожалению. Монеты кто-то собрал, может быть, в музей, потом издали. Будто подземный город был или что-то похожее, потом все засыпали. Сообщила в районный отдел культуры, отдел архитектуры, результата никакого. Ну, потому что нет никакого дела. Дальше рассказывают жители города. Подземный ход шел от школы номер 2 духовной училищи, дом Вихарева. Из подвала неизвестно точно откуда в Николаевский собор. Оттуда из подвала в деревянный дом. Сейчас магазин автозапчасти. Оттуда в нынешний корпус школы, бывшее духовное училище, церковно-приходская школа, потом начальная, спортивная, сейчас корпус школы номер 2. Здание находится во дворе собора на южной линии бывшей ограды. Из Никольской церкви ход начинался примерно под шестым с востока окном трапезной, примерно посередине здания. Попасть туда можно было из подвала Никольской церкви, вход в который располагался с южной стороны здания под внутренним углом западного Ризолита. С трудом продираемся туда сквозь кусты, вижу обвалившийся арочный проем в стене ниже уровня земли, густо заросший кустарником. Сейчас проем заложен. Раньше здесь был хороший вход. Подвал затоплен грунтовыми водами, которые стоят на уровне около 1 метра от пола первого этажа. Из юга западной угловой башни ход шел прямо на юг. В стене башни была тяжелая дверь, дверь толщиной около 7 сантиметров. Ход сужался, через 2 метра был перегорожен стеной, были поздние кладки. К стене хода школьники из школы ставили лыжи. Когда между деревянным домом и корпусом школы прокладывали водопровод, видимо, в начале 60-х годов ход открылся, Николай в детстве из Никольского собора ходил по ходу до завала на месте этой водопроводной траншеи. Ход из юга западной башни шел в сторону Вои. Сейчас там обрыв и гаражи. Северной стеной гаражей служит старинная стена очень прочной кладки. Хозяева гаражей пробивают стену и устраивают за ней погреб. Видимо, ход упирается сейчас в чей-то гараж. Выводы. Так вот, какой ты Северный олень? Так вот, какой ты Нолинск? Нолинск. Или тот город, который был когда-то на этом месте, структуру которого мы посмотрели, тот, кто построил все эти подземелья и главные здания. Итак, в первом фильме интуитивная версия о том, что здесь на месте Нолинска было нечто другое, поселение, город, доказано, в том числе и местным материалам. У подземельев сложных, больших, разветвленных. Так что этот город еще преподнесет сюрпризы. Будьте наготове местные и быстро на съемки имейте наготове фотоаппараты, телефоны, снимайте. Если какие-то раскопки или водопроводы или что-то там, трубы какие-то прокладывают, снимайте обязательно материал. Это все вещественные доказательства, которые, по всей видимости, тщательно скрывают. Кому-то просто равнодушие, нет дела до этого. Но в целом это такая система, скрывается все, что находится в России. Здесь ничего не может быть, никаких подземелья, никаких кирпичных, идеальных кладок, никаких красивых сооружений. Здесь должна быть лапотная Русь, понимаете? И вдруг здесь все вот это вот так вот всплывает. Поэтому это моментально все глушится. Фиксируйте, это наша история. Благодарю вас за то, что смотрели это видео, оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за ваши комментарии, за вашу внимательность, за то, что вы неравнодушны к собственной истории, истории тех мест, в которых вы живете. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на канал. До свидания. До свидания.